здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео косичу сегодня 12 мая 2018 года сейчас вьетнамцам должно быть 16 или 17 дней как то так на будет глянуть потом видео когда они родились сейчас мы попробуем их взвесить чтобы определиться примерно какой у них вес она мама их не так мама на здесь и надеюсь давай заходи в сарае мы вас сейчас там всех переводим так мы пошли их ловить и взвешивать телефоны голос так короче давай лови 1 код придерживаешь но смотрите вот две недели больше чуть дни 16 или 17 сейчас мы взвесим и скажем что у него вес вот у него сейчас вес не будет больше лишь будет килограмм 7 8 до 10 3 280 он еще раз покажи значит вес поросенка в месячном возрасте должен быть минимально должен быть в районе 5 килограмм вьетнамского вес в двухмесячном в районе 10 килограмм и уже в трехмесячном возрасте около 23 там 26 килограмм в четырехмесячном забойный вес уже 35 килограмм держать допустим их дальше их можно конечно но малоэффективно значит еще какой момент очень легко определить она подержи по экстерьеру так ставим вьетнамские у вас поросята или переводки но первую очередь посмотрите на маму видите у нее нос какой вот как будто он так сплющим туда армошкой если пятак длинный но такие поиски длине я к это самому типа начинают раскают так это дикий там дать не дикий это уже переводок конкретный но смотрим на носу сразу конкретно видно что он вьетнамец поросенок вот я сейчас если будет видно то будет я думаю она подойди покажи моду смотрите у них видите вот складочки прямо вот сверху вот сверху над носиком складочки таким как будто от его ну как гармошкой сложили это один момент и самый главный момент сразу смотрит если хвостик прямой значит вьетнамец если хвостик закрученный значит там насыла его куда хотела судьба его возил он точно не вьетнамец соответственно переводок сразу видно хвостик закрученный что из него вырастет большой вопрос скажем так здесь мы можем рассчитывать на определенную здесь мы можем рассчитывать на определенный вес на определенный состав скажем так мясо сало соответственно месячный вот я в полмесяца сделал взвешивание 3 килограмма грубо говоря но это у самого крупного у самого мелкого будет два с половиной где-то хотя то не наверно вот вот тишину то маленький вот он будет маленький да ну какой-то дефективный остальные будет в районе трешника если это 3 200 почти 3 300 они будут где-то трешник значит к месяцу они у нас наберут положенных своих 5 килограмм но я уверен что берут больше я помню последняя партия была они по набирали по 10 килограмм месячном возрасте помнишь и так это зима была и ничего такого там не было с кормами супер неадекватных просто немного был мамки и папа 6 штук всего одной 6 и у другой 6 это самое понятно короче первый месяц они должны набрать минимально должны набрать 5 килограмм вес их должен составлять 5 килограмм при рождении я не стал там а заморачиваться взвешивать я не знаю что там при рождении там тоже наверняка есть какие-то весовые рамки но я не буду все равно ну как бы убивать там их выбраковывать у меня нет необходимости то и зачем при нормальном питании уходе он нормально вырастет он своего пусть он будет чуть меньше там процентов на 10 вот кстати хрючки и хрючки кабанчики лучше растут согласись когда больше если допустим оставлять на откорм брать лучше взять кабанчика он но всегда вот сколько не было ты убил если не так ниже всегда кабанчик растет больше и быстрее и больше у него нету вот этих вот да он не начинает у него нету половой охоты не возникает этих вьетнамские свиньи в 4 и 5 месяцев он уже готов для продолжения рода воспроизведения у них быстро происходит созревание в отличие от белых белые 8 7 8 здесь у нас получается вы видите и быстрее как бы от рождения 4 месяца и он уже забойный вес своих 35 килограмм набрал ну сейчас вот сейчас посыпется на меня масса комментариев то что это за свиньи это собаки они свиньи я согласен в принципе с этим я согласен хочется рубануть свинью такую шапки 200 да ну так это будет у нас 80 процентов ну 65 процентов из того что мы зарубаем будет сало остальных 35 это будет кости и чуть-чуть мясо здесь же будет у нас ну наверное процентов 40 а то и 30 сало до остальное будет кости и мясо и в сало будет в такой ну как идти да немного простая в общем я брал коптил отбрал зарезал поросенка и коптил горячее копчение дел не холодное копчение холодным понятно сало закоптил хорошо а именно горячее копчение делал знаете ну капитально нету вот оно не жирное не течет с него когда коптишь не горит ничего все получается но горячим копчением сало покоптить не получится наверно она просто сгорит здесь получается 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 классно при этом когда кушаешь не сухое мясо и нежирное сало да можно вот все это сбалансировано самое но и опять же повторюсь четыре месяца грубо говоря весной взяли по осенью зарубали все и не разводите грязь у себя во дворе не ничего единственное конечно для того чтоб рост нормальный был надо как следует хорошо стартануть ну и плюс генетический материал должен быть у нас вот такой материал подходит вот такой материал вырос из такого материала вырастет такого увидите даже по окраске хотят самый большой черный который панк хряк панк ну подытожу вот в следующий раз взвешу в месяц значит опять же скажу вес должен быть соответствовать в месячном возрасте поросенок весит не менее пяти килограмм в двухмесячном не менее 10 3 месячном свыше 20 23 26 уже в четырехмесячном возрасте должен достигать 35 килограмм при этом четырехмесячном возрасте его можно переходить кормить его но практически убирать из рациона дыр там ну кашу эту одну переводить более она более такие корма до травяные там кабачки трава для того чтобы они траву подъедать начали илюхом на десятый день буквально она выходила она стоит кушает там траву они возле нее то же самое повторяют за ней еще солому грызли уже начали грызть очень быстро вот у белых свиней через полтора месяца ее не заставишь вспомнить мы взяли месячных они у нас неделю сидели за неделю они съели может литр а че килограмм того корма этого грану и туда плохо плохо ну пока у них от молочины отсохнут в этих все попроще все быстрее происходит ну и размеры я не спорю размеры конечно вот у меня свиноматка это в ней я не знаю на килограмм на 80 на 80 на она есть до живым весом смотрите какая зараза стоит меня охраняет шипе не болезнь но не кусается потому что у нас уже давно она спокойно белого бы сейчас какого то что а может ждешь и пипа жопать за 33 выстроились а банда а банда выстроилась там и смотришь и будет дальше так что вот так вот двух недельном 16 17 дней возраст вес уже 3 килограмма я думаю до 5 килограмм они будут самые активно любители под пожрать активно будет и больше надо выгу да еще один момент они очень любят тут это вот побегать там друг за дружкой погоняться у меня там есть видео как они гоняют кругами друг за как эти как муравьевцы гонять мой полчаса не переставая мама конечно уже не гоняет никого мама уже спокойная стала да а эти я на тебя камеру поставлю ступила пошел так что вот таким вот образом они растут если у кого возникнет желание занимайтесь пробуйте очень очень для начала для начинающего самое но если вы хотите попробовать заняться свиньями белые свиньи конечно более такие привередливые сложнее ухода требующий да с этими проще с кормами кинуем там к чисток с картошки сожрали и довольные сидят всегда можно да там найти что-нибудь его накормить чем-то у белой свиньи это надо добавки обязательно без добавка расти не будет и нами раскают уже но там тоже в принципе особо в добавках и добавках есть все можно не делать комбикорм достаточно дырте тут главное добавки до по норме выдавать и вьетнамцы же в этом плане попроще в принципе все подписаны на канал ставьте лайки извините тут меня немного как скажем беспорядок загородки просто потому что работы много чеснок полим сейчас чеснока нам суток 50 даже кабачок не успели посадить только посадили но под поливом можно вылезть все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты всего доброго до новых встреч